А я напоминаю, в эфире вечерние новости в студии канала RTN. Наталья Бустрецкая. Мы продолжаем. Против демократа Баба Менендеса выдвинутое обвинение в коррупции. По версии следствия, найдено еще год назад в резиденции сенатора слитки золота, наличка и дорогой дрондулет, плата за его услуги от бизнесменов, имевших дела с Египтом. Как утверждает прокуратура, демократ делился с ними информацией, крайне чувствительной для национальных интересов США. В особняке Менендеса в Нью-Джерси федеральные агенты обнаружили плоды его коррупционного соглашения с тремя бизнесменами, включая почти полмиллиона наличными. Часть денег была спрятана в одежде, висевшей в шкафу. В доме Читы Менендес были обнаружены также золотые слитки на сумму более 100 тысяч долларов. В гараже был найден Мерседес, который, по утверждению следователей, тоже был наградой за помощь якобы Менендес в 2018-м, передал через свою на тот момент невесту, а ныне вторую жену, информацию о своем намерении завизировать соглашение о продаже оружия Египту на сумму 99 миллионов. Сенатора также обвиняют в неправомерном консультировании и оказании давление на представителя сельскохозяйственного ведомства, чтобы тот поддержал эксклюзивный контракт одной из компаний на поставки халяльного мяса в Египет. Внение в коррупции в адрес сенатора поступают не первый раз. В 2015-м его также подозревали в использовании служебного положения в целях личного обогащения. В ходе состоявшегося в 2018 году судебного процесса, Менендес был оправдан. Таким образом, если верить следствию, сразу после выигранного суда сенатор продолжил неподобающую деятельность. Лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер заявил, что Менендесу следует принять справедливое решение и покинуть пост председателя сенатского комитета по международным отношениям. Ситуация является серьезным аргументом в контексте часто повторяемого заявления бывшего президента Траппа, что он является объектом партийной охоты на ведьм. По шапке достается не только влиятельным республиканцам, но и влиятельным демократам. Комментатор Fox News Джейси Уотерс связывает дело с попыткой демократов отвлечь внимание от грядущего старта расследования по импичменту Байдена в Палате представителей. Кроме того, журналист указывает на противоречие по внешнеполитическим вопросам между Байденом и Менендесом. Менендес якобы терпеть не может сделку с Ираном, которую Байден хочет вернуть. Менендес якобы любит Израиль, Байден якобы не очень. Менендес был категорически против амнистии нелегальных мигрантов из Венесуэлы, а Байден утердел полмиллиона номеров соушал-секьюрити для венесуэльцев. Сейчас Менендес устранен, и у Байдена теперь более широкие возможности в международных отношениях, рассуждает Уотерс. Расследование может ударить по всей этим партии. Но это очевидно. Проблема еще и в том, что на выборах в следующем году демократам крайне важно оставить за собой место Менендеса. Только в этом случае у них будет хоть какая-то надежда сохранить контроль над Сенатом. В Сенате 51 демократ, включая трех независимых голосующих как демократа, и 49 республиканцев. В следующем году избираться будут 34 сенатора, из которых 23 демократы. Республиканцам для того, чтобы вернуть контроль над Сенатом, нужно будет отыграть у демократов всего два места или даже одно, если им удастся одержать победу на президентских выборах. Тогда право голоса получает республиканский вице-президент. Республиканцы не побеждали на выборах в Сенат в Ниджерси 1972 года, но коррупционные скандалы могут сделать уязвимыми должностных лиц в гонке, которая в другой ситуации была бы комфортной. Да и в целом обвинение Менендеса также усложняет и без того нелегкий путь демократов к сохранению своего большинства в Сенате, резюмируют аналитики. Свыше 15 членов Сената от Демпартии призвали Менендеса уйти с поста в пятницу. К такому шагу призвал Кори Букер, отметивший в заявлении, что в отношении Менендеса собрали шокирующие обвинения в коррупции и конкретные, вызывающие тревогу обвинения в нарушении. Сам Менендес пока отказывается уходить и заявляет о собственной невиновности. При этом у конгрессмена нашелся защитник, причем в рядах республиканцев. Том Каттен заявил, что беспокоен обвинениями, выдвинутыми против коллеги, но призвал помнить о презумпции невиновности и дождаться вердикта суда. Менендес с супругой впервые предстали перед судом сегодня. Рассмотрение дела растянется на месяц. Судья Артур Энгарон отказался отклонить иск генпрокурора штата Нью-Йорк Летиши Джеймса о завышении размеров своего состояния Трампом. Суд постановил, что экс-президент несет ответственность за мошенничество и преувеличение состояния на миллиарды. Как это ждала Джеймс, за последние 10 лет Трамп преувеличивал состояние ежегодно на сумму от 2 до 3 миллиардов. Прокурор добивается для Трампа штрафа в размере 250 миллионов, а также запрета для него и для его сыновей вести семейный бизнес под названием «Мхатовская пауза Трамп Организейшн». Конечно же, защита обвинения отрицала утверждая, что иск политически мотивирован. Прокурор, в свою очередь, настаивала, что Трамп, а также его поддельники, фальсифицировали финансовые отчеты, чтобы получить более выгодные условия по кредитам и страховкам. Первый зампредседателя парламентского комитета по вопросам антикоррупционной политики Украины Ярослав Юрчишин назвал ошибочным шагом решения США отправить украинским властям список реформ, необходимых для продолжения военной помощи. Реформирование – это наша внутренняя задача. Оно может быть привязано к средствам Международного валютного фонда, оно может быть привязано к плану евроинтеграции, к вступлению в НАТО. А оборона Украины – это фактически оборона западных ценностей, сказал Юрчишин. В связи с этим привязывать реформу к предоставлению оружия очень недальновидно со стороны партнеров Украины. Это цитата. Письмо с перечнем реформ, необходимых для предоставления Украине военной помощи в дальнейшем, вчера направил заместитель советника Белого дома по нацбезопасности Майк Пайл. Профессиональные союзы работников кулинарии и барменов проголосовали за проведение забастовки в Лос-Анджелесе. Два профсоюза представляют интерес около 60 тысяч работников гостиничного бизнеса, работающих в Лос-Анджелесе и Рино, штат Невада. Бармены и кулинары добиваются заключения нового соглашения с крупнейшими операторами и горно-развлекательных заведений Лос-Анджелеса. Срок действия предыдущего соглашения истек в начале сентября. Работники требуют повышения зарплаты, снижения объемов работы, а также обеспечения более безопасных условий труда. Если забастовка начнется, она затронет 22 игорно-развлекательных заведений, принадлежащих МГМ, Сизерс Энтертеймент и Вин Инкор Резортс. При этом профсоюз работников кулинарии продолжает переговоры со всеми операторами, рассчитывая достичь соглашения, не прибегая к забастовке. Таргет объявил, что с 21 октября закроют 9 своих магазинов в четырех штатах, поскольку участившиеся кражи несут угрозы безопасности покупателей и сотрудников. Три магазина будут закрыты в области залива в Сан-Франциско, еще три в Портленде, два в Сиэтле и один в Гарлеме в Нью-Йорке. Компания объяснила, что инвестировала значительные средства в предотвращении такого рода преступлений, в частности увеличила штат охранников и установила различные системы защиты и видеонаблюдения, но это не привело к заметным результатам. Работники ликвидируемых магазинов получат возможность перевестись в другие заведения сети. Ранее о прекращении работы отдельных заведений из-за роста преступности также объявили сеть кофеин Starbucks и аптека Walgreens. Доля просроченных платежей по кредитным картам будет расти максимальными темпами за 30 лет, не считая периода финансового кризиса 2008 года, полагают аналитики Goldman Sachs. Процент кредиток, владельцы которых пропускали обязательные платежи, достиг минимума в 2021. С тех пор он вырос до 3,6%. Эксперты прогнозируют, что доля увеличится еще на 1,3% и достигнет почти 5%, причем рост прекратится только в начале 2025 года. Совокупная задолженность по кредиткам находится на рекордно высоком уровне и составляет свыше 1 триллиона. Это все новости к данному часу. Спасибо вам за внимание. В студии для вас сегодня работала Наталья Быстрицкая. Смотрите канал Артен каждый день. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok